Всем приветики! Давно у нас не было видео с тестированием новинок, прям чтобы вот фулл тестирование. Поэтому сегодня наконец-то будем пробовать разные новинки, которые либо я вообще не пробовала, либо пробовала совсем чуть-чуть, поэтому считайте почти первое впечатление. Ну, для некоторых продуктов так и будет. И буду надеяться, что вам не слышно музыку, которая играет у моих соседей. Они всегда её очень вовремя включают, но зато создаётся некий вайб, как будто бы я снимаю для вас видео в чихане. Бьюти-блог, который вы заслужили. Ну, будем считать, это такая фишка моего канала. Итак, перед тем, как мы перейдём к моему лицу, я хочу показать сначала два продукта для тела, которые я купила вот недавно. Это от Eveline. Боди, как бы такой шиммер-крем для того, чтобы подсвечивать, например, зону декольте, плечи. В общем, всё, что вы хотите подсветить. И вот такой же крем, ну, в принципе, с той же целью от бренда Chic, который называется Glow Body Foundation. Он периодически появляется в наличии, иногда пропадает. Когда последний раз он появлялся, я решила, а почему бы его и не взять, и не сравнить эти два средства, которые можно, по идее, сравнить как более дорогое и более бюджетное. Но на самом деле, если сравнивать их по количеству грамм и стоимости, то получается примерно одно и то же. У Chic 100 мл, и он стоил в районе 1000 рублей. И здесь у Eveline 30 мл, и стоил он где-то 350 рублей. То есть, если посчитать на 100 грамм, примерно то же самое и получается. Собственно, на правую сторону я сегодня хочу нанести Chic, а на левую Eveline. Я уже и то, и то средства пробовала в Люди. По сути, они действительно очень похожи. Я думала, что от Chic будет более какой-то стойкий такой крем, но вроде бы нет. Еще я думала, что у Chic достаточно будет темный оттенок, но на самом деле он, правда, ну, мне кажется, универсальный. Оттенок у Eveline получается чуть более темненький, но это потому, что я такой выбрала. Там вообще два оттенка у Eveline. Там есть вот мой 02, который называется Rose Gold. Он такой получается более бронзовый. Я вот здесь вот на руке покажу. Такой действительно бронзовый с розовиночкой. Надеюсь, что вот так более-менее видно, что теперь я вся такая сияющая, немножечко бронзовая. Ну, с этой стороны чуть более бронзовая, хотя на камере так ты не скажешь. И, как можно заметить, это все без покрытия, потому что все мои вот эти вот имперфекции очень даже хорошо видны, зато очень красиво блестят плечи. Мне нравится, когда блестят плечи. Это придает какой-то такой курортный настрой. Ну, и в целом, так, конечно, гораздо более ухоженной, кажется, кожа. А теперь перейдем к лицевым, скажем так, новинкам. Первое, что хочу показать, это консилер персиковый. Такой персиково-розовый, корректирующий от RBG Russian Beauty Guru бренд. Единственное, что он у меня как-то странно очень открывается. Не знаю, так везде. В общем, тут какая-то проблема у меня с крышкой. Не просто вот надо повернуть, казалось бы, и все, а как-то вот заколебаться. Там внутри есть такая штучка, которую, если при этом убрать, крышка вообще не закручивается. Ну, может быть, я просто тупенькая и еще не разобралась, как это делать. Ну, ладно. В общем, здесь вот такой вот консилер. Консилер, который персиковый. И он, конечно же, очень напоминает мне звездатый взгляд, который у меня уже есть давным-давно. Но, по первым ощущениям, консилер этот чуть более такой влажненький. О, да, прям такой мокренький. И полегче распределяется как-то. И при всем при этом он, мне кажется, не такой пигментированный. Ну, скажем, не в плохом плане. Ну, тут чуть меньше пигмента, чем в звездатом взгляде. Как будто бы, когда звездатый взгляд от Arcanic Kitchen набираешь на палец, там больше пигмента. Его прям приходится на другой пальчик перекидывать, чтобы не слишком много было на одном пальчике. А здесь в целом нормально и так. Так, вот, я его чуть-чуть нанесла и получилось достаточно красиво. Я где-то наткнулась на видео, где девушка говорит, что, типа, что персиковым консилером убираешь круги, что не персиковым это одинаково. Но, на самом деле, мне не кажется так, потому что очень здорово, что персиковым консилером можно так убрать круги, как будто бы у тебя вообще нет макияжа. Все равно он, конечно, не для всех нужен, а в основном для тех, у кого вот прям очень выраженный такой синий нюанс, темненький под глазами. И вообще, почему я решила взять вот этот консилер, хотя у меня уже есть от Arcanic Kitchen, потому что как раз-таки здесь текстура более пластичная. И когда я пару раз хотела красить девушек вот недавно, и у них был прям такой активный синий пигмент под глазами, звездатый взгляд иногда было сложновато наносить на кожу, если там много прям таких мимических морщинок. Как-то вот прям было сложновато его запихнуть прям в каждую эту морщинку. Мне хотелось что-то такое более тающее. Но на моей коже под глазами, что этот, что тот одинаково вообще выглядит. Мне, что этот, что тот легко нанести. Но это не у всех так бывает. Вот если у кого-то текстурная кожа под глазами. Не то, чтобы это как-то критично, но мне просто хотелось в случае чего упростить себе работу, потому что я очень сильно струсую. А теперь, собственно, перейдем к вот этой штучке от Catrice, которая называется Soft Glam Filter Glow Booster. У меня это десятый оттенок. Это, ну, наконец-то, наш бюджетный аналог вот этого Glow Filter от Charlotte Tilbury. Я когда-то его очень сильно хотела, когда он только вышел. Тогда это еще было возможно, в принципе, заказать попроще. С этим все было. Потом Elf тоже сделали, наконец-то, этот аналог. Но Elf можно было заказать с iHerb, а iHerb уже у нас не работает. А тут, наконец-то, и Catrice сделали. И это что-то типа флюида, который вроде как должен быть и тональным кремом, но, скорее всего, мы не будем его так использовать. Я взяла еще вот тональный крем новый от Catrice, Tinted Serum Foundation, который я купила, наверное, еще осенью, ни разу его не пробовала. Поэтому я решила на правую половину нанести вот этот продукт, посмотреть, как он будет выглядеть, и потом сверху нанести на него тон, посмотреть, что изменится. А на эту сторону мы просто нанесем тон и будем смотреть, как он выглядит сам по себе без всяких глоу-фильтров. Так, я выкладывала уже частично этот глоу-фильтр, сводч его в Telegram-канал. Девушка там верно подметила, что он действительно желтит. Я не думаю, что это будет проблема, если сейчас я его растушую. Если он просто придаст такой легкий, тепленький оттенок, наверное, не все, конечно, этого хотят. Учитывая, что я спокойно отношусь к тональным, которые чуть желтее, например, моего тона кожи, я когда их растушевываю, они на мне смотрятся хорошо. Здесь вообще, видите, тоже как бы он настолько не пигментированный, что особо-то никак цвет кожи он не поменял. То есть просто такой легкий блик получается. Хотя у меня и здесь кожа такая сияющая, что, наверное, может быть вообще не видно никакой разницы. Сейчас я приближу. Вот сейчас я приблизила. Думаю, видно, что я тут с этой стороны все-таки больше сияющая, чем с этой. Вообще его можно наносить только на выступающие части лица, типа скул, носика, подбородка, немножко на лоб. Ну, как бы практически везде. Ну, скажем, не затрагивая, например, зону около носа, где есть поры. В принципе, на подбородок тоже не обязательно наносить, чтобы было чуть лучше видно на камере. И потом, когда мы нанесли тональный крем, тоже как-то можно было увидеть какое-то различие. Еще хотела показать огромный набор кистей. Видите, какой он большой. Это все одна такая туба. Просто я ее разложила. Очень удобно. Здесь 27 кистей было по очень хорошей цене. К сожалению, как только я купила его, этот набор уисчез. Но я, может быть, найду на него ссылку хотя бы без скидки. Просто чтобы он у вас где-нибудь был. Потому что он мне очень понравился. Я не стала придираться к тому, что мне бы там хотелось другую кисточку. Зачем мне две таких кисточки, если у меня такая уже есть? Мне нужна такая и такая. А вот такой здесь нет. Я просто увидела, что здесь очень много кистей. Как бы, в принципе, нормального качества. Рабочие. И для лица, и для глаз. Я постараюсь найти ссылку на этот набор. И, может быть, где-нибудь на Valberts он есть. Или на другие наборы этого бренда. Это, кстати, бренд Bailey. По-моему, я его, может быть, даже у кого-то видела. Ну, у меня он просто попался на озоне. И по какой-то невероятно хорошей скидке. И еще тут спонж прилагался. Тут, типа, вот такой вот. Тоже неплохой в целом. Вот я сейчас распределяю как раз-таки кистью для тона. Этот флюид от Catrice. Румяну удобно растушевывать этой штукой. Ну, и вообще такая вот набитенькая кисточка. Это очень универсальная вещь. Так, теперь, собственно, вот этот вот тональный серум. Тут у нас гиалуроновая кислота, витамин Е. У меня это оттенок 004N. Как я уже помню по отзывам, это должен быть такой матовый крем. Я потестила его в подружке. Мне он показался таким немножко матирующим. И я такая, ой, да зачем он у меня потом решил купить для обзора все-таки. Так, ну, разумеется, я белая теперь как привидение. Тональный крем начал так чуть-чуть подусаживаться. И блеск начал немножечко уходить. Но не сказать, что он какой-то прям суперматовый. И несмотря на то, что сюда я нанесла еще сияющий такой, скажем, праймер, флюид. Не могу сказать, что как-то что-то глобально изменилось. Пока выглядит в целом неплохо. У меня здесь, как обычно, вот здесь шушение около носа. Потом вот здесь вот на веки у меня шелушение. Где еще? На подбородке у меня шелушение. Все это, как обычно, из-за третинаина. Я, как обычно, должна это сказать. У меня периодически появляется вот это вот облазивание кожи. Через день, представляете, я нанесла этот крем. Но там, где нет этого облазивания, то он сидит хорошо. Как бы. Ну, вот это вот самое ужасное бесячее место. Пигментация здесь такая достаточно умеренная. В зависимости от того, сколько вы нанесете. Лучше наносить чуть-чуть и хорошенечко уже распределять его по лицу. Тогда получится такое прям невесомое покрытие, которое особо даже не видно на коже. Если у вас, конечно, нет, опять же, облазивания какого-то вокруг носа или шелушения. Дальше хочу показать такую вещь, как креповый скульптор от Шик, но в 0,4 оттенке. Я купила его, видите, в рефиле, вот в этой вот мягкой упаковке. В целом она неплохая, просто здесь как бы эта штука не держится, видите. Здесь оттенок 0,4, он более теплый, чем 0,1 и 0,2, логично. При этом все еще достаточно светлое, чтобы это подходило светлым блондиночкам. Опять же, я уже использовала его чуть-чуть. И мне показалось, что здесь формула как будто бы более такая кремовая, чем у 0,2, который у меня есть. Может быть, он просто уже засох у меня. Но он как будто бы сложнее набирается на кисть. Здесь вот более кремовый скульптор, и он легче растушевывается, что мне гораздо больше нравится. И он такой более пластичный. И мне очень понравился оттенок. Он как раз-таки и немножечко скульптурирующий, но при этом более теплый, чем 0,1, например. И 0,2, соответственно. 0,2 вообще очень-очень холодный у меня. А здесь вот получается такая естественная тепленькая коррекция. Как раз-таки для тех, кто не хочет себе вот эти вот серые сильно полосы. На каждый день, мне кажется, это более рабочий вариант. Или вот как раз-таки на лето, когда не захочется наносить отдельно скульптура, отдельно бронзер. Или вы предпочитаете, допустим, кремовый бронзер. В общем, можно сказать, что это практически кремовый бронзер. Вот. Который очень хорошо растушевывается. И теперь давайте перейдем к румянам. Румяна я уже показывала. Такую палеточку от Catrice в каком-то у меня оттенке 0,10. Love at First Swipe. Здесь такие вот холодно-розовые ягодные румяна и хайлайтер. Румяна тоже с небольшим сиянием. Пигментация у них не очень такая прям яркая. Поэтому можно не бояться их. По крайней мере так. Ну, чуть-чуть стоит бояться. Но в целом, на самом деле, ими удобно работать. В телеграм-канале я уже говорила, что они мне прям очень сильно понравились. Это мой такой любимый освежающий оттенок румян. И когда я их отложила сейчас в коробочку с новинками, чтобы не забыть показать видео, я по ним очень сильно скучала. Сейчас, наконец-то, я их нанесу и выложу после этого видео к себе в постоянную косметичку. Потому что прям вот такого оттенка мне не хватает. Вот видите, да, я прям как бы наношу кистью, которая вроде бы натуральная. И вот сколько у нас здесь пигмента. Сейчас я его еще чуть-чуть отряхну. И как бы можно сказать, что достаточно деликатно переходит румяна. Без каких-то пятен, которые потом непонятно как надо растушевывать. При том, что это у меня неприпудренный тон. В общем, достаточно комфортно с ними работать. Ну, румянилась, конечно, от души, но это все, мы помним, потом пройдет чуть позже. Впитается и еще исчезнет. Наношу теперь хайлайтер вот такой вот кисточкой факел. Хайлайтер здесь тоже неплохой. Он не слишком такой выбеливающий, как мне нравится. Хотя я думала, что хайлайтер будет меня раздражать тем, что он будет, наверное, слишком какой-нибудь холодный. Или очень морозный. Но он неплох. Не прям, чтобы я была от него в каком-то восторге. Румяна мне здесь больше нравится. Но, тем не менее, он здесь тоже не лишний. Господи, у меня там прям целый какой-то рынок наверху. Ну, будто бы что вы хотели. Давайте ставьте пальчики вверх этому видео, чтобы я уже переехала в нормальный район. Нормальный район это Набали, в моем понимании. Ну ладно, это шутка, конечно же. Нормальный район это Мальдивы. Я сейчас оформила брови карандашом от Вивенцобой и, как обычно, гелем от Готуби. И теперь у нас еще есть также пудра от Катрис, которая, видимо, имитирует что-то типа прессованных метеоритов от Герлен. Не знаю. Кроме, вот эта вот мозаика на рефиле мне напоминает это все. И если вот так вот сделать, пудра получается очень-очень такой белой и она сияющая. Ну, она здесь, конечно, чуть-чуть излишняя, наверное, уже, потому что я и так все облещу, как блинчик. Но, может быть, она немножко как раз-таки угомонит это сияние. Вот, кстати, я под глаз нанесла и видно, что здесь как бы менее матовое все. И рельеф под глазом видно, а здесь вот этот рельеф немножко скрылся. Сейчас сделаем то же самое со вторым глазом. Кстати, она такая, ну, не совсем что прозрачная, все-таки здесь есть такой немножко выбеливающий пигмент, за счет чего вот ее под глаза, например, хорошо наносить. Чуть-чуть на лоб здесь вот я наношу и видно, что меньше становится сияние немножко. Ну, так, прям совсем немножко меньше, потому что она как бы убирает сияние от жидких текстур и добавляет свое сухое сияние. На самом деле, эта пудра, она может даже как такой легкий-легкий хайлайтер выступать, прям супер деликатный, потому что она, ну, достаточно прям хорошо сияющая. И далее переходим к новинкам. Я увидела вот такую новую палетку от Catrice. Вообще у них вот таких вот палеток очень много, разных маленьких. Ну, вот это конкретно Wow in a Box, которая такая персиковая, это новенькое что-то у них. Это у нас 0,10 тоже оттенок. Вот такая вот она с этими мраморными вкраплениями. Дань хода бьюти до сих пор. И также я взяла такую вот лавандовую палеточку. Да, она называется Lavender Look. Ну, господи, прям даже захотелось ее сделать. Она такая холодная, лавандовая, немножечко даже серо-синяя такая палеточка. И у меня еще были две палетки. Я их так и не смогла никуда приткнуть в какое-нибудь видео. Хотя они меня очень интересовали. Это вот такая вот палетка тоже с таким интересным оттенком как бы хаки. Здесь такой розовый. И классика, самая, наверное, популярная их палетка. Это, кстати, у нас какой был оттенок? Это был оттенок 70-й. Elegant Haki. Ну, видимо, за счет этого вот зеленого оттенка, в честь него назвали. И вот как раз таки 20-й оттенок, который называется Rose Look. Это вот очень красивая такая палетка. Сегодня будем использовать вот эту вот персиковую палетку. Остальные как-нибудь, может быть, я еще потом где-нибудь покажу. Ну, и с ней достаточно простой макияж получится. Что-то персиковое. Вау. Ну, у нас же понтон назвал персиковый цвет цветом 2024 года. Так что, видимо, Catrice очень даже угадали. Наверное, что из этого цвета и сделали. Вот так вот просто наношу в складку этот персиковый такой оттенок. Классика. Немножечко, может быть, под глаза. Персиковый нанесли. И я сейчас обнаружила, что здесь вообще-то он только единственный матовый. Что, конечно, немножечко неудобно. Ну, ладно, придется вот этот такой вот темненький, который с шиммером нанести в уголок глаза. Потому что, ну, надо же как-то по максимуму попробовать все эти цвета. Взяла такую маленькую кисточку бочоночек. И вот так вот на внешнем уголке я решила добавить этот цвет. Он с такими прям крупными блесточками. Смотрится достаточно симпатично. И еще вот этот коричневый я нанесу немножко вот сюда на нижнее веко. На вот, на вторую половину глаза. Дальше этой же кисточкой я возьму вот этот оттенок. Он такой желто-ванильный какой-то. Нанесу его в уголок. Что-то он не особо перенесся. Ну-ка, побольше не еще. О! Другое дело. Но он прям, видите, такой золотистый получается. Никакой он не ванильный. Он даже как-то больше в золото уходит. Дальше у нас остается два оттенка. Один вот такой красивый розовый. Естественно, скорее всего, я его и выберу. Второй вот такой вот золотистый. Ну, выбор очевиден. Я возьму сначала розенький красивый оттенок. Нанесу его. Сначала попробую эту кистью на подвижный век, на центр. Он такой, как бы, как топпер получается, если наносить его, по крайней мере, кистью. Полупрозрачные такие блесточки. Красиво, конечно. Но давайте попробую нанести его все-таки пальцем. Может быть, получится более плотный цвет. Ну, не может. А так оно и есть. Сразу засияло все. Очень красиво. Теперь попробую немного вот этого бронзового нанести. Чуть-чуть я его попробую вот сюда по границе нанести. Ну, особо ничего не поменялось, на самом деле. Он, кстати, тоже как топпер. Я думала, он будет чуть больше плотный. Но нет. Он тоже такими мелкими блесточками идет. Все его пальцы вот так вот нафигачу. Ну, да, видно, что он чуть более такой желто-оранжевый, чуть более розовый. В общем, я сейчас просто сверху еще этих розовых блестяшек бахну. Какая красота. Ну, а здесь тогда уравновешу тоже добавлю вот такого бронзового на этот розовый век. Хотя мне нравится больше, что здесь вот эти вот розовые блесточки. Ну, ладно. Чтобы все одинаково было, добавим еще золотистости. И немножко опять персиковым в складку подтушуем. А то он немножко уже пропал. Так, на нижнее веко побольше вот этого персикового положу. Матового. И тоже розовые блестяшки вот сюда на низ добавлю. Под бровь я еще добавлю вот этого хайлайтера из палетки с румянами. Потому что там ничего такого подходящего нет, мне кажется, для подбровного пространства. Можно было бы нанести то, что мы наносили в уголок. Но он такой слишком золотистый. И под бровь как-то не хочется его наносить. Дальше у нас есть вот такая вот подводка. Уже с волосом приклеенным от Catrice. Подводка под номером 030, которая называется Off Tropic. Подводка вот такого вот цвета. Цвета морской волны, скажем так. Сюда она, наверное, не прям отлично впишется. Но мне хочется все равно ее добавить вот сюда, во внутренний уголочек. Кстати, очень интересно смотрится. Такое небанальное сочетание цвета. И, возможно, сделать стрелочку с ней. Здесь все-таки фетровый наконечник, что, конечно, не очень хорошо. Потому что, наверное, он быстро забьется от теней. Но пока выглядит неплохо. И сюда также. Но цвет очень классный и прям плотный. Она не пришибит. Хорошо скользит по теням даже с блестками. Но главное, цвет плотный. Вот это прям меня радует. Сейчас я чуть-чуть вот добавила во внешний угол. В общем, вот так получилось. Мне кажется, очень красивый цвет. И даже на удивление в целом, можно сказать, что сочетается с макияжем. Я очень только боюсь, что теперь она быстро засохнет. Потому что фетровые наконечники, они всегда настолько у меня были недолговечные. Из-за того, что я всегда пользуюсь тенями. Они быстро забиваются и перестают рисовать. Но это еще не все. У меня еще есть вот такая подводка от бренда DIVAGE в оттенке 0, по-моему, 2. Такой это rose gold, можно сказать, цвет. То есть он розово-золотистый. Вот такая вот подводка. Видите, какая прям сияющая. Ее, конечно, уже не то, чтобы есть куда прифигачить. Но мне хочется ее протестировать вместе с вами. Потому что я ее как-то так чуть-чуть попробовала. И я, наверное, просто вот сюда вот так вот сделаю. Под эту штуку. Под эту вот уже имеющуюся стрелку. Чуть-чуть добавлю. Блин, у меня какой-то прям арабский макияж уже немножко. Когда пересмотрела клон. Энафизм. Чуть-чуть вот сюда сделать. Вот так. О! Так вот. Вот и даже. И не здесь. Так же поверх я делаю этой стрелки. Делаю такое обрамление блестками. Сияло. Все. Что-то мне в итоге не очень понравилось, как я там наносила блестками. Поэтому я сейчас все верну к исходным настройкам. И мы продолжим. Так, все вернула на базу стрелки, тушевку. Теперь будем пробовать тушь от Диваж, которая Bolt Impression. Много на нее хороших положительных отзывов. Эта тушь, по идее, объемная. Причем, типа, должна быть гиперобъемная, как здесь написано. Здесь силиконовая щеточка. Все, как я люблю. В общем, давайте попробуем. Ну вот, накрасила ресницы тушью. В целом, неплохая тушь, но надо сказать, что от Эвилайн, которая с Экси Айс, мне все еще нравится больше. В целом, она хорошо наслаивается. Вот правый глаз у меня достаточно хорошо получился. Здесь как бы ресницы такие вот длинненькие, с остренькими окончаниями, подкрученные. И все с ними нормально, более-менее. А вот на левом глазу что-то у меня не получилось. С ними помучилась немножко. Здесь немного как-то вот обрубочками немножечко вышла. Но в целом, все равно объем как бы и есть. Можно сказать, раз она не обещала удлинение, мы не будем к ней придираться. Хотя я, конечно, хотела бы и то, и другое. Да, вот такая вот я наглая. Но ничего, нормально. Так что ничего, будем продолжать пользоваться. Посмотрим, как будет дальше все с ней. Дальше переходим к губам. Сейчас я их немножечко вот так вот подзатонирую. И здесь у нас есть тоже два средства для губ от Катрис, которые я практически в одном оттенке выбрала. Но это плампер. Он такой холодно-прозрачно-розовый. И вот такой вот блеск. Тоже пламп и лип бустер. Не очень понятно, чем они отличаются. Но, по-моему, вот этот вот с ментолом здесь написано. А это просто может быть блестящий плампер. Еще в своем телеграм-канале я показывала вот это масло от Шик, которое из лимитированной коллекции в оттенке 0.3. Мне хочется посмотреть, насколько оно будет похоже вот с этим блеском. Конечно, видно, что чуть более такой красноватый коралловый, этот более холодно-розовый. Но, может быть, они будут похожи. Заодно покажу вам это масло еще и здесь. Ну, сначала обиду губы вот этим карандашом от бренда Pastel. Да, Pastel. В 205 оттенке. Такой коричневый, холодно-коричневый оттенок. Обычный карандаш в дереве. Очень дешевый. Я им уже пользуюсь вовсю. Но вот надо и здесь как бы показать уже. Потому что многим нравятся такие вот оттенки холодные, коричневые. Мне в основном они нравятся. Так что еще один в копилку. Так, оформила губы карандашом. Давайте начнем сначала вот с этого вот блеска, который именно с ментолом все-таки. Ну, хорошо, значит, я его сотру. Потому что, по-моему, здесь невкусный вот этот привкус ментола, который меня раздражает. И я буду рада его стереть. Но цвет очень красивый. Ох ты! Какой яркий. Ну, очень сияющий, красивый такой блеск. Да, здесь есть уже холодящий ментол. У меня это, кстати, оттенок 0,80. Там, в общем, очень много разных вот этих вот пламперов. Много цветов. Просто я, как обычно, выбрала Barbie Pink. Давайте попробуем еще чуть-чуть нанести. Ну, он очень прям пигментированный. Я ожидала, что он будет более полупрозрачный. Губы прям как стекло получаются. Очень действительно пламп. Ну, мы сейчас это все сотрем, естественно. Пока вот полюбуйтесь, как это выглядит. Теперь берем второй, который Maxit Up. Более полупрозрачный для Booster Extreme. Он, конечно, уже видно, что гораздо более прозрачный. Ну, да, это прям как масло, можно сказать. Просто прозрачное масло. Ну, может быть, тут есть легкий такой оттенок розовинки. Но на губах его и не увидишь вообще. Пахнет очень приятно. Такими какими-то конфетками, леденцами. Чем-то из прошлого. Чем-то из прошлого, когда мне было 5 лет, и мы жили с родителями в Москве. Тоже очень красиво смотрится. И что меня радует, здесь уже нет этого ментолового привкуса и эффекта. А, нет, я ошиблась. Эффект здесь все-таки этого ментола тоже есть. Так что, к сожалению, Катрис не оставили нам никакого выбора. А теперь давайте, собственно, нанесем масло от Chic на правую половинку. Посмотрю, как это будет выглядеть. Ух ты, какое розовое оно прям вообще. Приятный запах. В целом, как-то в упаковке она выглядит более таким оранжевым, красным. Но на губах это красивый, только холодно-розовый оттенок. Так, а теперь мы пробуем Катрис. Еще раз. На удивление, получилось супер похоже. Ну, честно говоря, в жизни отличия вообще не видно. Вот вообще не видно. Вот вообще не видно отличия в жизни. Да, на камере, в принципе, тоже как будто бы и нет отличия. Такой холодно-конфетно-розовый барби-пинг получается. Ну, все, считайте, нашли аналог этому маслу. Только здесь нет ментола, а здесь есть. Честно говоря, лучше бы тут не было ментола. Но есть вот разница в ощущениях. Все-таки вот у Chic это больше масла, такое чуть больше липкости ощущается. Меньше вот этого вот силиконового скольжения. То есть, если губу вот так делать, то вот здесь вот губа по губе катается намного легче, проще. Здесь чуть-чуть так губы больше слипаются. Ну, в общем, как бы выбирайте сами, но по оттенку практически никакой разницы и нет. Ну, что ж, на этом все. Такой макияж у нас получился. Пишите, как он вам, какие новинки приглянулись. Мне показалось, что вообще все новинки просто суперклассные. Разве что к некоторым надо присмотреться еще получше. Например, вот к туши, посмотреть вот куда этот glow-фильтр. Лучше всего целесообразнее использовать. Ну, подводка, понятное дело, тоже не для всех и каждого такая блестящая. Пламперы, как я уже сказала, если кого-то бесит вот этот вот ментоловый привкус, то он может не понравиться. А так вообще мне все очень понравилось и все очень красиво смотрится. Мои фавориты, наверное, это вот эта подводка, которая очень впечатлила меня своим оттенком и качеством того, как она переносится. Посмотрим еще, как она будет долго служить ли. Или она сломается буквально сразу. Конечно же, румяна вот эти вот от Катрис. Новый скульптор от Шик в 04 оттенке. Очень мне нравится. Вот второй раз уже его использую. И прям очень нравится, как он выглядит на коже, как он втушевывается, какой у него оттенок. И палетка теней, вот казалось бы, в принципе, ничего в ней такого нового нет. Вот чего персиковых оттенков не видели. Но за свою стоимость и миниатюрность она вполне себе хороша. Учитывая, что я люблю теплый макияж делать, и мне нравятся вот эти вот блестяшки, такие топеры на глазах, я практически всегда их использую. Жду ваших комментариев, ваших впечатлений. И если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И обязательно поставьте этому видео пальчик вверх. Мне будет безумно приятно. Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok